Для меня было честью выступить перед Комитетом по диетическим рекомендациям 2020, и я бы хотел поделиться кое-какими яркими моментами. Там выступали фермеры. Наслаждайтесь большим количеством фруктов и овощей во всех формах для более здоровой и счастливой жизни. Съешьте растения. Это, судя по всему, вдохновило некоторых членов аудитории применить теорию на практике. Конечно, мясная индустрия также выступила в полную силу. Ассоциация скотоводов жаловалась, что... Американцы получают меньше калорий и меньше жиров из богатой питательными веществами говядины. Мясная индустрия оказалась под угрозой растений. Это нелепо и наносит урон общественности рассматривать бобовые или тофу как эквивалент продуктов из мяса и птицы, с точки зрения питания и здоровья, чем они не являются. Мне нравится реакция аудитории, посмотрите. Это нелепо и наносит урон общественности рассматривать бобовые или тофу как эквивалент продуктов из мяса и птицы, с точки зрения питания и здоровья, чем они не являются. Представитель инициативы «Настоящее здоровье», пожалуй, сформулировал лучше всех. У нас нет проблемы дефицита белка в США. У нас проблемы с дефицитом овощей. Были некоторые вдохновляющие яркие обращения, например, Одри Санчес, выступая в роли матери и исполнительного директора «Бэлэнст», некоммерческой организации, которой NutritionFacts.org было достоин чести помочь в ее ранних начинаниях. Итак, сейчас не время сохранять статус-кво или искать консенсус о минимальных нормах. И совсем не время позволять той или иной пищевой индустрии влиять на диетические рекомендации. Сейчас настало время для смелых, научно обоснованных рекомендаций, которые ставят здоровье наших детей и наших семей на первый план. И, конечно, всегда есть низкоуглеводные кетаманы, чтобы никому не было скучно. Вы знаете, если смех это лучшее лекарство, тогда рекомендации по питанию действительно полезны. Как шутка. Пэм Поппер встала на защиту комитета. Существует много разногласий и путаницы насчет питания, и это слушание не исключение. Насчет диет с высоким содержанием жиров. И я лично в обиде на любого, кто выходит сюда, заявляя, что диетические рекомендации это шутка. А Гарт Дэвис подшучивал над карбофобией. Они не знают, нужно ли придерживаться диеты с низким содержанием углеводов или жиров, их ужасает банан. Вооружившись куском хлеба, вполне можно ограбить банк. Настолько все напуганы углеводами. Милтон Миллс обвинил комитет в том, что тот исторически рекомендовал напиток, который большинство людей других цветов кожи не могут нормально усваивать. Итак, я хочу призвать вас избавиться от расизма, избавиться от молочки, и, пожалуйста, выполнять свои обязанности, спасибо. Затем подошла моя очередь. Меня зовут доктор Майкл Грегорс NutritionFacts.org. В этом месяце была опубликована статья в журнале Академии Питания и Диетологии. Как обнаружилось, существенных изменений в потреблении переработанного мяса за последние плюс-минус 20 лет не произошло, что представляет собой полный провал всех нас в области здравоохранения и предупреждения людей о реальной опасности переработанного мяса. Бекон, ветчина, сосиски, нарезки, колбасы — это все давно известные канцерогены. Официальный отчет МАИР за 2018 год яснее ясного. Потребление переработанного мяса вызывает рак толстой кишки. Это наш ведущий рак среди мужчин и женщин вместе взятых. Мы знаем, что эти продукты вызывают рак. И мы стараемся не курить рядом с детьми. Почему же мы кладем им в школу бутерброд с колбасой? И это не преувеличение. По словам генхирурга США, тот, кто живет с курильщиком, увеличивает риск рака легких на 15%. Таким образом, риск рака пассивного курения сопоставим с повышенным на 16-18% риском колоректального рака при потреблении эквивалента одной сосиски в день. Диетические рекомендации 2015 года реально оплошали. Здесь говорится, что переработанное мясо может быть позволено, если и натрий, и насыщенные жиры не превосходят максимально доступные. Но совершенно забыт риск рака, о котором мы знаем, по крайней мере уже с 2007 года, когда первый комплексный анализ был опубликован Американским институтом исследований рака. Одна из 10 рекомендаций по профилактике рака — это избегайте переработанного мяса. Точка. Американское онкологическое общество также призывает людей сократить потребление переработанного мяса. Мы не можем позволить миллиардной мясной промышленности продолжать подрывать науку, в то время как на карту поставлены миллионы жизней. Глобальное исследование бремени болезни и крупнейшее исследование факторов риска заболеваний в истории, которое финансируется фондом Билла и Мелинды Гейтс, обнаружило, что причиной смерти номер один в наших Соединенных Штатах является американская диета. И раз табак перешел на второе место, этот комитет теперь в силах побороть нашего убийцу номер один. Как вы знаете, 1964 год был самым кульминационным годом курения в США, прежде чем пойти на ежегодный спад. Что произошло в 1964 году? Наука не изменилась. У нас были исследования уже с 30-х годов о связи рака легких с курением. Что изменилось? Так это отчет генерального хирурга США. Только это публичное признание властями связи между курением и раком. Теперь на вас эта ответственность изменит ситуацию, просто информируя американское население о риске рака из-за непереработанного мяса. Вперед. И позвольте мне закончить моим любимым просветителем диабета доктором Карлайн Трап, кто не столько говорил о потреблении пищи, сколько о ее испражении. Я приехала сегодня сюда из Мичигана, чтобы поговорить о недопотреблении питательного вещества, причиняющего беспокойство общественному здоровью клетчатки. Моя проблема номер один, это номер два. Да, я хочу поговорить о запоре. Учитывая плотность питательных веществ растительной пищи, единственного источника клетчатки, этот комитет мог бы улучшить здоровье американцев вот таким путем. Кратко изложить более чем 800 страничный отчет USDA HHS в одном предложении. Всем американцам следует употреблять пищу, богатую клетчаткой. Поможем Америке идти по-большому снова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!